Здравствуйте! Уже к 2030 году из-за развития искусственного интеллекта своей работы на планете лишится 800 миллионов человек. Чем еще людям и государствам грозят, а чем могут принести пользу современные технологии? Эту тему накануне обсуждали в Молдавской столице на публичной лекции главы российского Сбербанка Германа Грефа. В этой компании, кстати, уже активно используют роботов. В эфире программа «Реальный сектор». Будем говорить о современных технологиях для экономики и не только. А для начала, как обычно, анонс главных тем сегодняшнего выпуска. Долг платежом не красен. Сколько денег за три года вернули банки из украденного миллиарда? И помогут ли в их возврате американские детективы Крол? Они уже работают вместо нас. О пользе и рисках искусственного интеллекта для людей, компаний и государств. И месте Молдовы в новом цифровом мире. О выступлении главы Сбербанка России Германа Грефа в молдавской столице. Это все происходит без нашего участия, вне нашего контроля. И, к сожалению, похоже, остановить это просто невозможно. Грязное дело. Почему проблема утилизации мусора в Кишинел не решается десятилетиями? Чем это грозит муниципию? И как заставить отходы приносить доходы? Нужно делать и сортировку, нужно делать и переработку. Нужно находить новые пути уменьшения объема мусора, чтобы существующий полигон, который может вмещать еще 6-7 лет, продлить его на 15-20 лет. Но сегодня, повторяю, вопрос никакой не решен. Ситуация критическая. Времени нет. С момента отзыва лицензий и до конца марта 2018 года три ликвидируемых банка смогли вернуть в бюджет страны лишь 8%, или немногим более 1 миллиарда из 14 миллиардов леев. Такие данные руководство Национального банка Молдовы представило парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Не зря в народе говорят «не мудрено дать, мудрено взять». Получить назад имеется в виду, как вы понимаете. Совсем неоптимистично выглядит и перспектива возврата похищенных средств при помощи американских детективов Кролл. К этому громкому расследованию у депутатов тоже немало вопросов. Подробнее об этом и других наиболее интересных событиях минувшей недели в нашем традиционном обзоре новостей. Ни денег, ни виновных. Согласно информации, представленной руководством НБМ-депутатам, за три года прошедших со времени ликвидации трех проблемных банков они вернули в бюджет лишь около 1 миллиарда 50 миллионов леев. Из них порядка 45% приходится на банк о деэкономии, 42% – банк о Сочиала и 13% – у Небанк. Наибольшая часть возвращенных средств, а именно 80%, была получена банками за счет погашения их клиентами, взятых ранее кредитов. Добровольно или по судебным решениям. Около 17% – суммы – это средства, вырученные от продажи активов. По словам вице-президента НБМ Кристины Харя, банки активно сотрудничают с органами юстиции. Ими, а также самим Центробанком направлено в судебные инстанции почти 150 исков, сумма ущерба по которым превышает 4,5 миллиарда леев. Помимо этого, еще 50 уголовных дел уже на рассмотрении судов. По ним ущерб оценивается в 33 миллиарда леев. На стадии исполнения судебных решений находится еще 40 дел, по которым предстоит заискать принудительно 15 миллиардов леев. Но предсказать с уверенностью, сколько из всех этих сумм попадет в бюджет, пока невозможно, подчеркнула Харя. Неясна и судьба результата расследования детективов Кролл. Им удалось идентифицировать лишь 50 миллионов долларов и 600 суммы, в которой был оценен общий ущерб от преступных схем. Что же касается имен лиц, задействованных в мошенничестве, их называть банк не вправе, пояснил, отвечая на вопросы депутатов, Серджио Чокля. У нас есть список лиц, которые предположительно вовлечены в преступные схемы. Там есть несколько лиц, связанных с большими суммами, очевидно, что эти лица что-то совершили, и есть много лиц с очень маленькими суммами. Это дело полностью передано прокуратуре. Вот они на основании доказательств и информации и определяют, кто является подозреваемым и обвиняемым. Мы в Нацбанке не имеем такой возможности. Более того, я опасаюсь, чтобы люди не думали, что если кого-то нет в отчете Кролл, значит он чист. Потому что это могут быть лица, которые не идентифицированы из-за большой сложности самого дела. Деньги ушли и в Китае, и в Россию, часть осталась в Литве, и есть еще много вопросов, которые требуют расследования. Вместе с тем, в деле о краже миллиарда есть и вопросы, разобраться в которых является прямой обязанностью именно Центробанка, считают депутаты ПСРМ. Общественность должна знать, как и почему ответственные государственные чиновники не только допустили, но и создали условия для такого преступления, заявила на заседании комиссии лидер фракции социалистов Зинаида Гречаной. Зинаида Гречаной Сказать сегодня, как шаг за шагом стала возможна эта кража миллиарда, как менялось законодательство. Потому что мы знаем, что кража миллиарда была очень хорошо подготовлена и подготовлена теми, кто находится у власти, потому что они этим изменением законодательства создали базу, чтобы эта кража была возможна. И сейчас я хотела бы, чтобы вы хотя бы это сделали публичным, как структура, которая за это ответственна. Тот факт, что ничего подобного до сих пор не было сделано, глава НБМ объяснил тем, что финальный отчет Кроу был получен лишь в марте нынешнего года. Но с его помощью специалисты Нацбанка уже приступили к такому анализу. Серджио Чокля заверил, что результаты этого анализа будут представлены парламенту. Почти одновременно сразу несколько экспертных групп представили свои прогнозы экономического роста в стране на этот и ближайшие годы. Так, Министерство экономики и инфраструктуры ожидает в 2018-м рост ВВП в размере 3,8%. Это немного больше, чем его же осенний прогноз. На этом же уровне экономический рост сохранится и в последующие два года, как полагают ведомстве. А в 2021-м он повысится до 4%. Независимый аналитический центр эксперт-групп в своих сценариях развития событий не слишком расходится с Минэкономики. При этом эксперты признают, что такая динамика роста говорит об отсутствии развития. ВВП на душу населения в Молдове остается на уровне стран Африки и существенно отстают от среднего в мире и тем более в Европе. Более того, даже если мы удвоим темпы роста, нам понадобится не меньше 30 лет, чтобы достичь этого самого среднемирового уровня. Так что поводов для гордости от того, как развивается наша экономика, вопреки всем бравурным заявлениям властей, по-прежнему нет. Депутаты ПСРМ предлагают продлить срок действия предпринимательских патентов для малого бизнеса, занимающегося розничной торговлей, до конца 2022 года, а также изменить условия использования разрешительных документов не только на коммерческих рынках, потому что не все из них имеют такой статус, а на любом месте, авторизированном местными властями. Соответствующая законодательная инициатива рассматривалась на парламентской комиссии по бюджету, экономике и финансам. Для значительной части населения работа на базе патента – это единственный источник дохода, который хоть как-то, много или мало – это другой вопрос, но дает и поступление в бюджет. Любая попытка сократить число этих патентообладателей, а мы говорим сейчас о существующих хотя бы, речь о выдаче новых патентов не идет. Как мы прогнозируем, приведет к тому, что они обратятся в агентство по трудоустройству, и тогда не они будут отчислять деньги в бюджет, а государство им, чтобы хоть как-то поддержать существование этих граждан. Этот законопроект социалисты пробивают в парламенте на протяжении почти года. Ранее им удалось отсрочить отмену действия патентов до конца 2018-го. Но за это время проблемы малого бизнеса, занимающегося торговлей, никак не решились. Власти не создали условий для перехода патентообладателей на другую форму регистрации бизнеса, которую объявили упрощенной и удобной альтернативой – независимая предпринимательская деятельность. Но, как утверждают сами предприниматели, эта альтернатива не была ни упрощенной, ни удобной. Ассоциация малого бизнеса вместе с рабочей группой приветствовала этот проект социалистов, потому что он облегчает нашу деятельность на основе патента. Что же касается работы на основе независимой предпринимательской деятельности, там очень много проблем. Все, кто перешли на эту форму, не сделали это добровольно. Налоговая инспекция их запугала. Патента отобрала и заставила перейти на независимую предпринимательскую деятельность, чтобы отчитаться правительству. Никто не перешел на нее добровольно, потому что на бумаге там все написано красиво, а работать по ней невозможно. Фактически существует очень много людей, которые сейчас работают в дневой экономике, потому что они не могут работать на основе независимой предпринимательской деятельности. К этим проблемам добавляются еще и сложности с использованием контрольно-кассовых аппаратов, которые не работают на рынке при морозе, необходимо издавать налоговые отчеты и так далее, утверждают предприниматели. Власти, в свою очередь, заявляют, что в сфере торговли по патенту много фискальных нарушений, но с нарушениями нужно бороться, а не запрещать всем подряд работать, убеждены депутаты-социалисты. Государство имеет достаточно структур, на которые ежегодно тратятся миллионы, чтобы они делали свою работу. И пусть тех, кто совершает нарушения, наказывают. Никто не говорит, что их нужно защищать каким-либо образом. Пусть наказывают по закону, если есть нарушения. Но те, кто работают законно на базе патента, пусть работают. Не вина владельца патента, что тот, кто выдает налоговые накладную, не указывает реальные цифры. Они с кем воюют? С ветряными мельницами? После жаркого обсуждения было решено отложить рассмотрение законопроекта о продлении действия патента и создать рабочую группу, чтобы еще раз попробовать разобраться в ситуации. По официальной информации, владельцев патентов на розничную торговлю в стране насчитывается свыше 11 тысяч человек, что составляет около 65% от всех держателей патентов. Первые боксы для приема петиций потребителей уже установлены в супермаркетах столицы и республики. К ним же прилагаются и формуляры петиций. Как утверждают в Агентстве по продовольственной безопасности, введение которого с этого года переведена защита прав потребителей в сфере питания, изыматься для рассмотрения жалобы будут раз в неделю. По закону, автор рекламации в течение 30 дней должен получить на свое обращение ответ. В сложных случаях этот срок может быть продлен еще на 15 дней. Главное, чтобы сама петиция была составлена правильно, можно и в произвольной форме, но непременно с указанием, положенной по закону информации об авторе жалобы, причине недовольства и объекте, магазине или заведении общепита, который предположительно допустил нарушение. Помимо таких боксов, петиции можно отправлять по обычной и электронной почте, а также в Вайбер. Когда миром станет править искусственный интеллект, мы вполне можем этого не заметить. Эти известные слова принадлежат доценту высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Михаилу Косинске. Это им разработана технология, позволяющая с помощью соцсетей собирать психометрические данные пользователей и на их основе составлять их психологические портреты, определять привычки и предпочтения. Всего по 50 лайкам, как утверждают ученые, можно составить представление о человеке в той мере, в какой его знают соседи, а по 230 – как супруг или близкий родственник. Есть даже версии, что именно таким образом был предопределен результат последних президентских выборов США и Брексита в Великобритании. Вы можете спросить у машины, можешь что-то предсказать на основе этих данных? Она ответит, да, конечно. Вы спросите, а как ты это делаешь? Она скажет, прости, но ты не поймешь. Это тоже утверждение Косински. Машины уже обгоняют людей по своим возможностям и потому заменяют их, как и почему это происходит и как использовать процесс, остановить который, как считают большинство ученых, человечество уже не может. Что нужно в этой связи предпринимать обычным людям, компаниям и даже государством, крупным и сильным и таким небольшим, как наша Молдова, например? Своими размышлениями об этих крайне любопытных и в то же время важных вопросах с кишиневцами приехал поделиться глава Сбербанка России Герман Греф. Личность со многих точек зрения неординарная. В возглавляемом им банке уже сейчас работают роботы. В столице Молдовы Герман Греф выступил с публичной лекцией, которая собрала руководителей ведущих молдавских банков, экономистов, политологов, депутатов и журналистов. А приехал к нам Герман Греф по приглашению своего давнего друга, президента страны Игоря Дадона. Герман Греф – президент и председатель правления Сбербанка России, самой дорогой компанией Российской Федерации, которая по итогам 2017 года обогнала по своей капитализации даже таких гигантов, как «Газпром» и «Роснефть». Банк Герман Греф возглавил в октябре 2007-го. За эти годы это финансовое учреждение стало одним из самых доходных и инновационных. А о его надежности говорит тот факт, что даже в условиях санкций акции банка активно покупают за пределами России и в том числе в ЕС. До того, с 2000-го по 2007-й, Герман Греф работал министром экономического развития и торговли России. Он считается основным лоббистом вступления своей страны во Всемирную торговую организацию. В этой идее на уровне правительства Молдовы, как государства уже входившего в ВТО, его в те годы поддержал тогдашний министр экономики нашей страны Игорь Дадон. С тех пор между ними и завязались теплые дружеские отношения. Спустя почти 10 лет, приехав в Кишинёк, во второй раз Герман Греф признается, что ни годы, ни карьерные перемены в жизни обоих этих отношений не ослабили. Я знаю вас много лет, как исключительно нестандартного человека, нестандартного чиновника, человека, который болеет за дело и редкий тип государственного служащего, который хочет создать благо для своей страны. За такое количество лет сохранить такую мотивацию, сохранить такую чистоту, это не так часто случается, к сожалению. Все равно все мы подвержены так называемым профессиональным деформациям со временем. Вам как-то умудряется себя сохранять. Я хочу вам пожелать сохранять себя и дальше. Нынешний приезд Германа Грефа с делами бизнеса или тем более политики связан не был, и намерений выходить на рынок Молдовы у Сбербанка, как кое-кто поспешил предположить в ближайшем будущем, тоже нет. Современные технологии цифровой экономики и их применение, причем далеко не только в банковской сфере, вот о чем приехал рассказать Герман Греф. В России он возглавляет не только банк, но и центр стратегических разработок. В нашем быстро меняющемся мире успеха добьются лишь те, кто сумеет поспевать за этими изменениями, убежден Греф. Чтобы понять, о какой скорости идет речь, экономист привел простой пример. Если бы за последние 25 лет цена и скорость самолетов менялась так же быстро, как процессоров, авиалайнеры бы стоили 500 долларов и облетали Землю всего за 20 минут. Еще один наглядный пример — темпы развития соцсетей. Даже один год в сегодняшнем мире — это очень существенные изменения. Мы видим, что прирост составляет от 20 до 50% в течение одного года. И этот темп не сокращается в течение уже последнего целого ряда лет. Жизнь в онлайне фактически становится второй реальностью. А в цифровые данные превращается все, с чем мы соприкасаемся. Наши лайки в сетях, информация о перемещении, покупке товаров и пользовании услугами в нашем внешнем виде, компьютер-вижн и даже речевое распознавание — все это информация. Ее объемы также генерируются с невероятной скоростью. После 2003 года за каждые два дня информации в мире накапливается больше, чем появилось с рассвета человеческой цивилизации. Также быстро нужно научиться обрабатывать эти данные и отвечать на них. А именно, предлагая человеку то, чего он желает и даже еще не думал пожелать. Соответственно, успеха добьются лишь те, кто будет успевать это делать быстрее и лучше. И этот процесс затронет все отрасли и сферы. Все это превращается, по большей частью, в онлайн-решение. Это означает, что разрыв между вашим желанием и его удовлетворением превращается в секунды. Он измеряется ни днями, ни месяцами, ни часами и ни минутами уже. Производители нефти, металлов, газа, неважно, там, хлебобулочных изделий и так далее, и так далее, они все прекрасно понимают, что цифра приходит в их жизнь. Если этим не займутся они, то этим займутся их конкуренты. И тогда на рынке не останется им места. Более того, приоритет получат те, кто сумеет предоставить потребителю все желаемые сервисы нажатием одной кнопки. Таких помощников человека называют экосистемами. Пример уже действующих таких систем – Google и Amazon. Или особенно стремительно развивающиеся китайские аналоги – Alibaba и Baidu. По прогнозам специалистов, через 7-8 лет примерно 40% мировой прибыли будет сосредоточено в руках именно таких экосистем. Создать что-то подобное на основе возглавляемого им банка стремится и Герман Греб. Акционерами Сбербанка это даже утверждено в стратегии развития. А основой для создания такой экосистемы станут данные об огромной клиентской базе банка – около 100 миллионов человек в России и 130 за ее пределами. Если мы строим эту самую платформу, которая может обрабатывать эти данные, то получая потом данные и подключая другие компании, небольшие компании из разных областей, мы можем значительно больше понимать про пожелания клиента. Мы можем оказывать значительно большее количество услуг нашему клиенту, можем не только видеть его желания, но и предсказывать его желания и помогать другим компаниям, которые входят в экосистему, которых мы проверяем, которые не обязательно это наши дочерние компании, это могут быть независимые компании, но мы отвечаем за качество их сервиса и которых мы допускаем к нашему клиенту. За обработку данных и за доступ к клиенту мы берем какую-то маленькую комиссию, но для небольших компаний это огромный подарок, потому что самостоятельная разработка платформы им не под силу и выход на клиента – это огромные деньги. Точно такими же платформами, действующими по принципу оказания услуг из единого окна, в будущем станут и государства, убежден Греб. Вполне понятно, что осмыслить и проанализировать данные таких объемов человек не может. За него это делает компьютер. Так мы с вами и уступаем свое место искусственному интеллекту. Точнее, как говорят специалисты, машинному. И это уже реальность. Сегодня практически все мессенджеры пользуются искусственным интеллектом. Жизнь миллионов пассажиров на всех современных самолетах доверена компьютерам. Они же отвечают нам и принимают для нас решения во многих сервисных компаниях и тех же банках. Сегодня очень многие решения принимаются уже без участия человека. Если посмотреть на наш банк, то мы самую главную свою функцию, функцию кредитования все больше и больше отдаем на принятие машины. У нас 98% решений по кредитованию физических лиц принимаются автоматически без участия человека и 30% решений по кредитованию юридических лиц. К 2020 году, то есть через три года, мы хотим довести до 100% цифру по кредитованию физических лиц и до 70% цифру по кредитованию юридических лиц. Соответственно, это скорость, это качество и это стоимость. Резко все три параметры меняются. В январе этого года Герман Греф, не раз удивлявший окружающих своими нестандартными подходами ко всему, чем занимается, представил на традиционном деловом завтраке Сбербанка в Давосе необычную гостью – молодую девушку по имени София. Мы пригласили очень интересную женщину. Сбербанк – её name is Sophia, and she's the first robot who has a citizenship, and Sophia is a citizen of Saudi Arabia. Hello, everyone. I'm very happy to be invited to speak with Spurbank, prove that a person and a robot can carry on a meaningful and productive диалог. Роботизация provides the potential to dramatically increase the quality of life for everyone, everywhere. Many people have a different opinions. They're against the robots. Maybe less films about the Terminator would help with our public image too. Человекоподобный робот в образе хрупкой девушки был активирован в 2015 году и действительно обладает гражданством Саудовской Аравии. София может изображать 60 эмоций и вести диалог. И именно такие разработки, а не только киношный терминатор, пугают сегодня людей. Побочный эффект такого технологического прорыва многие профессии и люди, их занимающие, перестают быть нужны. В 2016 году в бэк-офисе того же Сбербанка работало 59 тысяч человек. К 2017-му их осталось 12 тысяч, а в этом году будет 8. Из 33 тысяч бухгалтеров сейчас работает 3 тысячи, а в ближайшем будущем их число сократится до 500. Задействованы там и роботы в нашем классическом понимании. С корпоративными клиентами Сбербанки уже общается робот Анна, а встречает посетителей и веселит анекдотами робот Гоша. Надпись «Не влезай, убьет». Для русского человека означает лишь «Ты будь поосторожней там, когда влезешь». Робототехника – еще один тренд настоящего и будущего нового цифрового мира. Они работают быстрее людей, не срываются на клиентах и не нарушают закон. По некоторым расчетам, как следствие использования искусственного интеллекта, к 2030 году своей работы на планете лишится около 800 миллионов человек. Ничего личного, простая экономическая целесообразность. Тот факт, что Молдова – небольшая и небогатая страна, по убеждению Германа Грефа, отнюдь не значит, что все эти процессы обойдут нас стороной. Важно, кем мы окажемся в этом новом мире – производителями или потребителями цифровых услуг. Игорь Михайлович, мне кажется, очень правильно сформулировал вопрос о том, что для маленьких государств сейчас открывается уникальный шанс завоевать свое место под солнцем в тот момент, когда происходит гигантское переустройство всего мира. Переустройство связано с тем, что мы находимся в транзитный период, когда очень сильно поменялась ситуация в прежнем мире и еще не сложился новый мир. В Молдавии очень сильная математическая школа. И для вас это в том числе очень хороший шанс, мне кажется. У вас там нет нефти и газа, но у вас все хорошо с мозгами. Поэтому в этом мире это шанс. Примером того, как страна в значительной мере, похожая на нашу, может стать передовиком в IT-технологиях, Герман Греф считает Эстонию. Это также наглядное подтверждение тому, как важно правильно определять для себя приоритеты и как их достигать. С этого Герман Греф начал свою лекцию, этой идеей он ее и завершил. От того, какие цели перед собой ставят люди, компании, государства, зависит их реальное место в жизни. Просто ставка этого выбора бывает разной. О таком судьбоносном для себя решении на встрече с Грефом рассказал и Игорь Дадон. Я помню в 2009 году, это было 9 лет назад, после того, как закончился мой мандат министра экономики, я зашел в Герман Лоскович в кабинет Сибербанки. Говорю, что мне делать? Ваше мнение? Посоветуйте. А он меня спросил, а какова твоя цель? Это было в сентябре 2009 года. И он мне тогда сказал, у простых людей есть простые цели. Семья, дети, чтобы быть здоровыми, чтобы увидеть своих внуков, обеспечить их. У политиков, если они нормальные политики, есть политики двух типов. Если которые идут в политику для того, чтобы обеспечить первую цель, заработать, украсть, чтобы как-то решить первую проблему. А есть вторая часть политиков, это настоящие государственные люди, которые пытаются остаться в истории, оставить след. Вот в 2009 году, в сентябре, после того, как мы пару часов пообсуждали, Герман Лоскович тогда сказал, если у тебя первая цель, ты можешь остаться у меня работать. Тогда к нам в Сбербанк. Если у тебя вторая цель, и ты хочешь что-то оставить след, для политиков это самое важное. Не заработать. Это никто не вспомнит через 10-15 лет, или вспомнит, что украли миллиард долларов. Я сегодня рассказывал Герману Оскаровичу, он говорит, как это возможно. Нарисовал по пунктам, он говорит, как это возможно. Я говорю, ну вот так у нас было. Поэтому первое, что мы должны каждый для себя. ответить на вопрос, а в чем наша цель? Каждого. И это, пожалуй, главный вывод публичной лекции Грефа. О сколь высоких технологиях бы не шла речь, они лишь инструмент для нас добиваться целей. Но что именно важно, для себя и для страны каждый должен решать сам. Иначе за нас этот выбор сделает кто-то другой. И еще несколько цифр в продолжение темы. Половины компаний, еще в 2000 году входивших в число 500 самых крупных по своей выручке на планете, уже не существует. В ближайшие пять лет с рынка исчезнет еще 40% фирм, если они не перестроят свою работу с учетом происходящей цифровой трансформации. По этому поводу в своей лекции Герман Греф привел известную притчу. В Африке каждое утро просыпается газель. Она должна бежать быстрее льва, иначе погибнет. Каждое утро в Африке просыпается и лев. Он должен бежать быстрее газели, иначе умрет от голода. Неважно, кто ты, газель или лев. Когда встает солнце, надо бежать. Ну а что касается дилеммы выбора. От нас зависит, кем быть в этом беге. И вот в то время, когда искусственный интеллект уже подменяет человека, а космические корабли бороздят просторы Вселенной, в столице Молдовы никак не удается решить куда более приземленную проблему – мусора. После скандальной истории прошлого лета, когда на несколько дней в муниципе приостановился вывоз отходов, решение было найдено ведь только временное. Жители Цинцарин согласились возобновить складирование мусора на свалке рядом с селом лишь на два года до конца 2019-го. Но время идет, а альтернативного варианта распоряжения отходами, генерируемыми почти миллионным по населению городом, так и не найдено. Скажу больше, в столичном руководстве его никто и не ищет. Как тогда летом, так и сейчас тревогу забили муниципальные советники-социалисты. По их инициативе в премарии был организован круглый стол на тему управления отходами, для участия в котором пригласили все заинтересованные стороны – от общественников до специалистов, чиновников и бизнеса. Ежедневно в муниципе Кишинео генерируется около четырех тысяч кубометров мусора. В год это уже порядка полутора миллионов, и ежегодно этот объем увеличивается на 7%. По прогнозам специалистов, к 2030 году количество производимых столицей отходов возрастет вдвое, а мы уже сегодня не имеем где хранить то, что уже накопили, и совсем мало используем то, что можно было бы переработать. А ведь во всем цивилизованном мире даже применительно к отходам пытаются вести эффективный менеджмент. Само это слово, как известно в переводе с английского, означает «управление». Совокупность принципов, методов, средств и форм, направленных на повышение эффективности работы чего-либо. Как осуществляется управление отходами в столице Европейской Молдовы, на круглом столе рассказал главный инженер муниципальной службы Ауто Салабритати. В настоящее время вывод с твердой бытовой отходов с города Кишинева осуществляется согласно норм накопления и заключенных договоров. С места накопления в городе это площадки, которые в городе 680 штук, мусорокамер 1700 штук, где производится уборка 3-4 раза в неделю. Отходы выводятся на мусороперегрузочную станцию и частично на завод по сортировке отходов компании АБС. Далее мусор перегружается в большегрузные автомобили и вывозится на полигон Сенсорен. Вот и весь менеджмент. С глаз долой и сердце вон. А когда против такого малоприятного соседства жители Сенсорен сбунтовались, свалку благополучно определили в Бубуечь. Чем закончилась эта попытка перекладывания проблемы с больной головы на здоровую, мы с вами все помним хорошо. В итоге тогда с Сенсоренцами удалось договориться, но всего лишь на два года. Полигон здесь, к слову, специально оборудован для хранения отходов и заполнен фактически лишь наполовину. Но, во-первых, как заставить жителей населенного пункта и дальше терпеть рядом с собой такую свалку? А во-вторых, почему все-таки не подумать, как использовать то, чему во всем мире находят применение? С помощью того самого эффективного менеджмента. Но справедливости ради надо заметить, что метод складирования отходов без их переработки это наша общенациональная практика. И даже в новой стратегии отходов, принятой властями в качестве решения, названо прежде всего открытие новых еще восьми полигонов мусора по стране. Муниципальные советники ПСРМ предлагают идти другим путем. Это очень дорогостоящие мероприятия, организация новых полигонов. Это сотни миллионов евро. Поэтому нужно сегодня договариваться с сенсоренами. Нужно продлевать контракт как минимум на 10 лет, что сегодня не делается. И все тянут, чтобы это опять пришло к какому-то коллапсу. Если будет заключен контракт, там есть какие-то работы как с сенсоренами, так и по полигону, чтобы его немножко довосстановить. И основная задача уменьшать объемы мусора, который пока в Молдове ничего не делается. Нужно делать и сортировку, нужно делать и переработку. Нужно находить новые пути уменьшения объема мусора, чтобы существующий полигон, который может вмещать еще 6-7 лет, продлить его на 15-20 лет. А за это время спокойно решить те наболевшие вопросы, которые нужны Кишиневу. Но сегодня, повторяю, вопрос никакой не решен. Ситуация критическая, времени нет. Критическая и даже, можно сказать, взрывоопасная ситуация сегодня остается во многих местах муниципия. Причем в буквальном смысле. Свалка в карьере Пурчел у села Бубуеч, например, это не только горы гниющего и разносимого на ветрах мусора, но еще и тысячи тонн фильтратов. Ядовитой жидкости, которая образуется, когда атмосферные осадки, просачиваясь через толщу отходов, выбирают в себя все, что могут. Органические продукты разложения и неорганические соединения, тяжелые металлы. И вся эта злолонная жижа попадает в почвы, поверхностные и подземные воды. Там же выделяется так называемый свалочный газ, результат брожения отходов и жизнедеятельности паразитов. Его основной компонент – метан. О его губительном воздействии на окружающую среду детям рассказывают еще в школе. Но когда один либерал в столичной мэрии принял решение устроить все это безобразие под Кишинел, другой либерал в Министерстве экологии закрыл на это глаза. Профинансировать работы по модернизации свалки в Ценцеринь и избавление других могильников от фильтратов, а также обновить транспортный парк Аудос-Лабритате был готов Европейский банк реконструкции и развития. Сумма кредита – 32 миллиона евро. С условием увеличения тарифа на вывоз мусора в 2,5 раза для возврата инвестиций. Но прежде чем принимать решение, все нужно тщательно обдумать и посчитать, считают муниципальные советники СРН. Здесь нужно изучение, что такое тариф. Значит, сегодня переработка мусора – это уменьшение вывоза мусора на полигон. Это меньшее количество машин, это меньшее количество транспорта. И мы знаем, что организация полигона сегодня, там огромная цифра, значит, на утилизацию одной тонны мусора для полигона затрачивается 40 евро. Это с организацией дорог, самого полигона, переработки и так далее. Поэтому надо считать, запрос заплатим потом очень много или сегодня. Ну, это все расчеты, но этим надо заниматься, ставить вопросы, получать ответы и принимать решения. В то же время, чтобы не превратиться в большую свалку отходов, пусть и модернизированную, столице, наконец, нужно решать вопрос и о переработке мусора. А это невозможно без налаженного его раздельного сбора. С этим согласны все участники круглого стола. Но и этим в Кишинеу серьезно за 20 лет никто не занимался. А проект, который для этого был запущен в муниципе еще в 1998 году, не получил ни эффекта, ни развития. Судите сами. В настоящее время в Кишинеу установлено 350 контейнеров для сбора бумаги, 408 для стекла, 650 для пластика. Это из общего количества в более чем 10 тысяч штук. Теперь о том, что собираются в таких спецконтейнерах. В 2017 году было собрано стекла 32 тонны на сумму 21 тысяч леев. Пластика 12 тонн стоимостью 17 тысяч леев. Пэт-бутылки 127 тонн на сумму 25,5 тысяч леев. Картон, как утверждают в автослабритате, вообще не представляет ценности, потому что мокрый и грязный. Итого муниципий заработал в прошлом году 63,5 тысячи леев. Ничтожно мало. Отдельно в партнерстве с общественными организациями собираются батарейки и электроприборы, но и их улов невелик. Граждан винят в несознательности, выбрасывают, мол, смешанный мусор. А кишиневцы не видят смысл в раздельном сборе отходов, когда видят, как их все равно сваливают в кучу. Эксперты, в свою очередь, считают, что причина такой ситуации, опять же, в отсутствии единой и комплексной политики в этой сфере. Проектов запущенных много, результатов не показывают. Вот докладчики дают результаты. Господин Эйфрос проект по раздельному сбору. Он по его докладу дал результат 5 тысяч килограмм с 2015 года. Это не результат 5 тонн собранного раздельного мусора, что говорит о том, что, в общем-то, нам не приходится мечтать о раздельном сборе мусора. Важно учитывать комплексность и имеющиеся инфраструктуры, для того, чтобы не тратить лишние деньги. Потому что у нас, получается, дублируются проекты. Одни хотят строить сбраживатель, другие хотят строить, Апоканал хочет строить свой сбраживатель. Городу столько не нужно. Еще одним шагом на пути к решению мусорной проблемы столицы стал другой пилотный проект с частной компанией АБС, владеющей заводом по сортировке мусора. С мая прошлого года предприятие принимало от аутослабритателей около половины кишиневских отходов, чтобы вместе оценить возможную ценность, а также затраты на сортировку и переработку. Уже сегодня на АБС сортируют отходы по 12 видам. Из всей массы принимаемого мусора применение пока находится лишь в 15%. Это то, что компания перерабатывает сама или отправляет другим переработчикам в стране либо за рубежом. Самое большое количество в отходах составляют органические. Они возвращаются в ценцерены. Есть и другая категория мусора – РДФ, неперерабатываемого. В большинстве стран мира его сжигают, получая энергию. У нас из-за запрета технологии сжигания он пока лежит мертвым грузом. На самом деле, из своего опыта, утверждают в компании сортировщики, уже сейчас складирование мусора на полигоне можно свести к минимуму. Даже органику использовать для биотоплива и компоста. Для всего этого уже есть отработанные технологии. Но на это нужны инвестиции – порядка 31 миллиона евро. И государственно-частное партнерство для объединения усилий. Но даже сейчас АБС готов принимать на сортировку весь мусор столицы. За свои услуги завод просит 100 леев за тонну. Для этого, опять же, нужно повысить тариф. С нынешних 9 леев 25 банов с человека в месяц до 14. Вместе с тем, на круглом столе в мэрии обсуждались и другие варианты решения мусорной проблемы. Например, путем строительства мусоросжигательного завода. Практика, которая в мире применяется уже достаточно активно и эффективно. Во Франции, в Австрии, в Японии, в Англии, в многих других странах есть такие заводы по сжиганию мусора. И мы не должны этого пугаться, что сжигание мусора – это что-то очень опасное. Потому что во многих городах, таких как в Вене и в Лондоне, это происходит даже непосредственно в черте города. И в Вене у нас есть, как мы видим на картинке, это у нас мусороперерабатывающий завод. А там наверху, на трубе организован кафе, ресторан, бар. То есть такого рода заведения, где данный, где этот мусор не мешает, его сжигание. К слову, стоимость строительства такого завода под объемы, нужные нашему муниципию, порядка 500 миллионов евро. Это практически столько же, сколько необходимо для создания полноценного полигона отходов. Об использовании технологии сжигания мусора в Молдове говорят давно, в том числе на законодательном уровне. Но пока, как уже говорилось, она у нас все еще запрещена. Какую именно технологию избрать для Кишинел экспертам предстоит еще только обсуждать. Но этот процесс запущен, и это уже хорошо. Фракция ПСРМ в муниципальном совете намерена инициировать создание специальной рабочей группы с участием всех заинтересованных сторон, чтобы давиться, наконец, комплексного решения больных для столицы проблем. Позиция фракции будет жесткая. Решать этот вопрос. И новый примарь, если будет от фракции, конечно, мы уже с ним обговаривали, эти вопросы будут решаться. Так же, как и реабилитация, значит, свалки Цинцарин, где свалено больше миллиона отходов, и которые сейчас происходят в выделении газа метана, это пожароопасно, это запахи, и это очень такие отходы, свалочные газы, в том числе диоксины, которые просто вредны для города. И срочно нужно реабилитировать. Как показало прошедшее обсуждение, варианты для таких решений есть, и специалисты, понимающие суть проблем. Нужна лишь политическая воля, чтобы свести это все воедино. Подытоживая сегодняшнюю программу, не могу удержаться от комментариев. Мы ведь тоже уже много лет бежим, тратя немало усилий и средств, но все больше как-то на месте. Быть может, как раз потому, что делаем не тот выбор, и цели избираем все же не те. Это была программа «Реальный сектор». До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин